Добрый день, уважаемые жители муниципального района Большеглушицкой. В эфире Большеглушицкие новости, а с вами в студии Людмила Шейкомалова. Сегодня вы увидите, как работает информационный центр «Степные известия», который 93 года освещает события, происходящие в Большеглушицком районе. Узнать новости можно всеми доступными современному человеку способами. Посмотреть информационные выпуски в социальных сетях, прочитать на сайте администрации и в газете «Степные известия». Как нам признались жители района, газета – это самый любимый источник получения информации. Опытная газета и информация, которая в этой газете идет, она дорога каждому человеку, потому что в ней бывает очень разнообразная информация и про сельское хозяйство, и про культуру, и про образование, и отдельно про людей, и, конечно, все события, которые происходят у нас в районе или за пределами района, но связанные с нашими людьми. Очень хорошо, что в газете печатают поэзию начинающих поэтов нашего района. У нас известные поэты. И замечательно. Открываешь газету и радуешься. Надо же, талантливые люди, какие большой глушицы. И вот не побоюсь сказать, что газета как будто у нас какой-то член семьи. Вторник и субботу. Обязательно жду, что газета придет. Я ее раскрываю. И вот какое тепло вот идет. Вот читаешь, вот действительно тепло идет от этой газеты. И вся информация, она, ну, мне необходима, а также необходима тем людям, которые как раз не владеют интернетом. Они в курсе событий. Газете 93 года в этом году. Вот из этих 93 лет, где-то около 50 лет, я, можно сказать, постоянно читать литой газеты. Ее родители мои выписывали. Вот сейчас я ее выписываю. Вроде бы много источников информации. А почему-то хочется подержать в руках именно вот газету. Газету, которая создает трудовой коллектив, который мы хорошо знаем. Это же наши жители. Жители нашего района. Почти всех корреспондентов. Мы не только в лицо. Мы знаем, может быть, что-то такое, что и в жизни у них происходит. И потому интересно, как пишет этот корреспондент. Как пишет этот. А в этом году новенький пришел Павел Дашевский. Тоже со своим интересным написанием различных информаций, статей. Читать его приятно. Сейчас очень нравится газета. Во-первых, сельское хозяйство. Очень хорошо. Пассивные работы описываются. Материалы, фотографии. Уборочные работы описываются. Сейчас идет постановка скота на зимнее хранение. Я много лет работала в сельском хозяйстве. Мне это даже очень отрадно. И видеть, и читать, и слышать о людях труда, которые действительно непосредственно. И вообще и поздравления в газете, и благодарности люди пишут. И очень много материалов именно о людях, допустим, как я всегда говорю, рожденных в СССР. Уже тех, которые прошли жизненный путь и рассказывают о себе. Что достигли, как сейчас, как сложилось. Это очень интересно. И я благодарна всему коллективу газеты «Сепные известия», что они так широко освещают жизнь нашего района, и не только района. И областные какие-то новости. Очень все хорошо. Ну, конечно, наверное, сейчас больше в интернете мы смотрим новостные выпуски. Но также газета нам близка еще с детства, так как мы бабушка, дедушка, родители, сколько я помню, всегда выписывали эту нашу уже родную газету. Мы очень близко взаимодействуем. «Сепные известия» всегда с удовольствием приходят к нам на мероприятия. И также мы их с удовольствием приглашаем. Оснащают все наши акции, мероприятия, фестивали, все, что у нас происходит в районе. На территории района помимо решения вопросов местного значения реализуются национальные проекты, муниципальные программы, государственные программы, строится жилье для отдельных категорий граждан, дороги. Всем этим занимаемся, как бы работы всегда хватает. А если есть работа или есть дела, есть результат, разумеется, всегда бывает. Когда результат, естественно, есть информационный повод что-то написать, донести до народа. И вот здесь уже Людмила Николаевна со своими соратниками, верными по информационному полю, они помогают, протягивают руку помощи, всегда никогда не отказывают, подстареют свое, конечно, плечо. Что касается личного опыта, я сам последние три года работаю в органах местного управления. До этого более восьми лет потратил, посвятил молодежной политике. И каждый день любое мероприятие без них не отходило, не обходится. И сейчас будет жаркий день знойный, когда мы укладываем асфальт, они с нами. Или ликвидация последствий снегопада в морозный денек. Тоже они всегда с нами, они всегда здесь. И, конечно, словами так не обозначить, какой огромный вклад они заложили в создание инстанционного поля именно в районе. Жители района доверяют газете «Степные известия». Так как здесь печатают проверенную и качественную информацию, коллектив тщательно продумывает тематику и оформление каждого номера. Очень приятно, когда, допустим, идешь по улице с утра на работу, хорошее настроение, и встречаешь наших читателей, наших подписчиков. Это люди, для которых мы делаем наше издание. Они нам рассказывают о том, что происходит. И, в общем-то, большую часть новостей мы узнаем как раз от населения вот в таких вот неофициальных разговорах. «Степнушка», как мы ее называем, «Ласкова наша». Вся история газеты, она вот связана, в общем-то, с возникновением Большеглушицкого района. И ее история тесно переплетается даже с нашим музеем, потому что основатель музея был он же и редактором газеты «Степные известия» Петр Яковлевич Русяев, который проработал там огромное количество лет главным редактором. Поэтому он сумел написать такие замечательные книги, как «Земля Глушицкая», «Подвиг глушичан на фронте в тылу». Ну, а то, что газета, конечно, меняется за годами, но количество читателей не уменьшается. Корректоры, операторы, верстальщики, фотографы – все эти люди, они работают с огоньком, являются профессионалами своего дела и, конечно же, вкладывают душу в то, чем они занимаются. Мне кажется, без этого в нашем деле совершенно нельзя. И, конечно же, хочется сказать, что в том году наш коллектив, именно фотография нашего коллектива была размещена на аллее почета и славы, это тоже говорит о многом. И, конечно же, то, что мы стали победителями нашего муниципального этапа, общественной акции, народное признание, это тоже говорит о том, что люди нас уважают, ценят и поддерживают. Ну и, конечно, когда мы видим горящие глаза людей, которые говорят «Спасибо вам за газету», «Спасибо вам за какие-то материалы», мы, весь наш коллектив, понимаем, что мы работаем не зря. Информационный центр «Степные известия» идет в ногу со временем и техническим прогрессом. Но самое главное, что в центре статей и сюжетов находятся люди с их успехами и проблемами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА